В этом скандале есть один очень важный момент. Не политический и не национальный, а правовой. Если внимательно послушать высказывания европейцев по закону об образовании, то ключевые слова почти у всех о том, что принятые нормы сокращают уже существующие в Украине права национальных меньшинств. Европейцы свои претензии обосновывают не только политическими или культурными аргументами, они ищут правовую основу. Именно поэтому украинским законом займется Венецианская комиссия. Полное название этого органа Европейская комиссия за демократию через право. Она проверяет нормы законов и законопроектов на соответствие принципам права, международным обязательствам и Конституции страны. Так вот, в Конституции Украины есть 22 статья и в ней говорится, здесь я процитирую. При принятии новых законов или внесении изменений к действующим законам не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Уже как минимум этой конституционной нормы может быть достаточно, чтобы поставить под сомнение принятый закон. Впрочем, политики вряд ли будут просто ждать, пока юристы расставят все точки над «и». С одной стороны, Украине уже обещаны десятки казней венгерских, если наше государство не отступит. С другой стороны, есть еще поляки, румыны, болгары. В общем, недовольных в Европе столько, что вовсе не кажутся несущественными угрозой европейцев пересмотреть соглашение об ассоциации с Украиной, потому что новый закон об образовании якобы нарушает принципы этого документа. Как далеко может зайти это противостояние и чем в действительности оно грозит Украине? Это вопросы для наших экспертов. На связи со студией подробностей недели Тарас Скачко, экономический эксперт, и Василий Филипчук, эксперт по внешней политике. Я приветствую вас, друзья. Первый вопрос, Тарас, давайте начнем с вас. Все-таки вы один из лучших в Украине специалистов по соглашению об ассоциации. Вот по вашей оценке, принятые нормы закона об образовании и вправду противоречат ассоциации? И второй вопрос в догонку. Европейцы действительно могут начать процесс пересмотра этого соглашения? Ну и на первое вопрос, пока что, очевидно, ответ нет, не соперечить закон про мови, угоди про ассоциацию. Инша справа, что тут вопрос больше нюансов, чем великой нормы. Тобто тут даже в Раде Европы говорилось про то, что интерес и цели украинской политики в научении украинской мовы абсолютно легитимны. Питание лишь в нюансах. И тут то, что может сделать Европейский Союз, если Венецианская комиссия, например, визнает певные порушения, может быть использованный механизм регулирования спорей между Украиной и Европейским Союзом, если все государства, члены Европейского Союза, вважатимы, что такой спор может быть порушен. Но в жодном случае это не дает представить для перегляда угоди про ассоциацию. Поэтому заяви министра закордонных справ Угорщины были апріори поза межами самого смісту угоди. Они просто были в найдошкульнейшие заяви, что он пытался сделать, что и было сделано. Хотя в реальности они не имеют ничего спільного. Это просто бралася за аналогия, например, позиции Нидерландов, когда какие-то побоевания, которых нет в угоде, легали в основе кампании против угоди про ассоциацию. Тогда это не спрацювало, не спрацюет и теперь. Ну а последнюю резолюцию как вы можете прокомментировать? Останняя резолюция, справді, вона эмоциональнейшая, чем планировала, чем это было сделано в комитете. Но, с другой стороны, нережным элементом работы все равно будет Венецианская комиссия за демократию через право. Как вы уже говорили, эта комиссия занимается, это не такое бюрократическое или бухгалтерское заведение в соответствии, ком или букв. Это вопрос о находке соответствии с принципами, что всегда не так просто делается. Поэтому сейчас все зависит от того, насколько аккуратно и изваженно подойдут эксперты, которых выберет Венецианская комиссия, для оценки этого закону. И я думаю, что, власне, это единственный нормальный способ, и все это усведомлюют, чтобы Венецианская комиссия экспертно, соответственно до своих практик, оценила этот законопроект. В конце концов, как все означают, интерес Украины является легитимным, вопрос только в том, какой баланс, если был получен баланс, если он получен и далее. Все это зависит, на мою думку, от того, как проводится сам закон, потому что, снова таки, претензии до статьи 7 закону, они касаются того, как каждый из сторон, то есть те, кто критикует, видят впроваджение этой нормы. Украинские посадовцы говорят про то, что впроваджение этой нормы не порушит прав национальных меньшин. Те, кто критикуют, говорят, видят, что эта норма будет впровадживаться иначе. Ваше мнение понятно. Спасибо, Тарас. Спасибо. Такая правда практичная лежит в посередине. Спасибо, Тарас. Мы вас услышали. А вот к вам, Василий, у меня вопрос будет как дипломату. Скажите, как долго может продолжаться это противостояние вокруг скандального закона? И считаете ли вы аргументы украинских дипломатов достаточными, чтобы в итоге снять все беспокойности европейцев? Ну, это может быть очень длительный период времени. И чем быстрее мы эту проблему решим, тем лучше для страны. Потому что у меня такие впечатления, что те, кто сейчас кидают близки в сторону Европейского Союза, Угорщины или Румунии, забывают, что у нас главная проблема не Угорщина или Румуния, а Россия. Потому что чем быстрее мы решим, тем лучше. Что до лініи поведенки, безперечно, что мы решим проблему, которая была создана, которую можно было не создавать. Фактически, как для меня, найбільш важливым, вагомым и сутчевым аргументом с боку наших угорщих или румунинских партнеров, это то, что данный документ, закон про осв работу, был принят без консультаций. Причем без консультаций как с собственными гражданами, с представителями национальных меньшин, так и без консультаций с партнерами на Заходе. И саме тот факт, что принимаются решения, которые имеют так важное значение, без обговорения, он их обурил. И это обурение абсолютно легитимно. Тем более, что, как вы абсолютно правильно сказали у вашей подводки, мова йде про изменение, де-факто, изменение прав национальных меньшин. То есть, вместо того, чтобы говорить, как улучшить изучение украинской умовы, мы начали действовать о изменении изучения угорской или румунинской умовы, а это суперечит европейским принципам. Поэтому в этой ситуации украинская дипломатия мала бы сделать все для того, чтобы не створить еще одного фронта, только уже на Захидном направлении. Для того, чтобы сделать все, чтобы поддержка Украины в Европейском Союзе была мощна и безсумнительна. И когда поставят на голосование питание санкций против России, решение будет позитивное для нас, а не Угорщина под приводом данного закону про освіту сможет заблокировать продолжение санкций. Поэтому в этой ситуации лучше сделать сейчас маленький крок на встречу. Тем или иным чином запропоновать дополнить эту статью, найти компромисс, который позволит сохранить партнерство и поддержку наших захистных соседей. Потому что если мы пересвариваемся, кроме войны с Россией, и будет иметь конфликт еще и с Угорщиной, Польшей, Румунией, это катастрофа. Это прямо суперчить тому, как мала бы поводить себя дипломатия страны, которая находится в состоянии войны. Ну что ж, будем надеяться, что украинская дипломатия излечит правильные уроки для себя из этого скандала. Спасибо. Тарас Качка и Василий Филипчук отвечали на мои вопросы.